всем огромный при огромный привет спасибо что заглянули на мой канал ну и как всегда огромная благодарность каждому кто смотрит меня комментирует также огромное спасибо вам за поддержку что поддерживаете меня пишите теплые добрые комментарии также ставите лайки и подписывайтесь ребят спасибо что подсказали что вышла новая серия на канале с но слова пацана и я бегом побежала смотреть потому что меня на самом деле затронула вот эта вот история с бабушкой который живет в такой страшной землянки и я даже не представляю как вообще такое может быть как можно жить в таком доме и скажем так особо не жаловаться и вот благо появились на ее пути помощники и такой вот замечательный парень с канала слова пацана который в общем-то решит на сто процентов эту проблему с проживанием и я в этом была уверена и вот с нетерпением и дальше жду серий новых и знаете вот настолько видео позитивное и никак его не сравнить но сами знаете с кем я вот постоянно пытаюсь сравнить не ну потому что блин все благотворительные каналы как каналы а д д это что-то чем-то вообще и близко не похожи в общем и знаете вот приятно приятно потому что бабушка совсем другая бабушка интересная и смотрите к ней даже приходят дети и и любят соседи соседи ей помогают то есть понимаешь что бабушка не может ничего приготовить потому что у нее нет электричества и она боится тоже что-то готовить чтобы не вспыхнул этот дом и она боится электричество из-за этого она его отключила и соседи приходят на помощь то есть горячую какую-то еду дают то хлеб в общем дети приходят не от того что бабушка скучная а от того чтобы поговорить с ней то есть человек в таком возрасте и интересны и вот прям мы видели как она общается с детьми и детей много пришло и дети такие все классные и она им тоже так это все объясняет что вот бассейн на зиму можно не убирать что каток можно на коньках покататься представьте насколько позитивный человек я говорю как моя бабушка я всегда смотрю на как так когда на таких вот позитивных бабулечек всегда вспоминаю свою и вы мне тоже часто пишите в комментариях тоже что вот как бы бабушки которые с наших любимых благотворительных каналов они позитивные и чем-то похожи на ваших на мою бабушку и знаете вот приятно приятно смотреть приятно понимать что помощь будет и она уже в общем-то началась началась с того что ребята организовали и холодильник и столики все понимаете бабушка этим скажем так не пользовалась даже она дав холодильнике что было что чтобы не испортилась она все это скушала и вот это электричество она отключила потому что она боялась что этот кабель украдут вот она вот такая вот щепетильная видимо нам уже как бы вбила в голову в себе что вот это вот как бы кабель наверное что не ее и вот жалко не дай бог пропадет не дай бог украдут но вот и не жалуется она ничего не просит она вот в шоке что ей помогают и в общем она в непонимании таком представляете что ей вроде как она в такой лачуге живет и ей ничего не надо вот удивляет вот такие люди удивляют не то что наша баба галя домик под лапа под латать либо новый купить бытовку купили я продам короче фиг чего и сбоку бантик а здесь один позитив я смотрела ролик на одном дыхании думала хоть бы он не заканчивался но он закончился теперь ждут другой с нетерпением очень приятно что уже в общем-то практически оплачена эта бытовка и бытовка это будет как домик и она действительно будет теплая и она не копеечная мы сами видели сколько денег на за нее уже было переведено сколько наличными было заплачено и в общем-то блогер не побоялся сказать сколько и что и в общем-то я не думаю что они на чем-то захотят сэкономить понятно что на канале слова пацана подписчиков гораздо больше понятно но слушайте для того чтобы было столько подписчиков и доверие должно быть и помощь реальная должна быть видна они так что дайте денег а помогать ничего не будем и делать тоже ничего не будем да я уже говорила на каждом канале благотворительном есть какие-то проколы где-то какие-то ошибки на ошибках учатся но слушайте негатив очень трудно найти у них в комментариях потому что там один позитив одни действительно благодарности и вот я сама прям в душе благодарила так потому что вот ну не знаю но у меня радовало сердце за бабулечку и бабушка в таком действительно в шоке она смотрит что приехали эти сваи туда вбивать все это вот делать и вот прям не верится вот и не знаю на такая шутница говорит вот лежу на этой кровати прямо на улице это сено этот кусок какого-то ковролина говорит смотрю на небо смотрю на звезды и махаю передаю привет и сама смеется вот она такая шутливая в своем возрасте в общем очень интересно очень позитивная приезжала также лавка и в общем рассказали что она покупает в этой лавке но на данный момент ничего не нужно было ну понятно что ребята ей тоже привезли продукты понимаешь что все-таки лавка там не каждый день бывает и поэтому она ничего не покупала но дети действительно классные которые приходили не говорят что и воду мы приносим и приходим просто поболтать она рассказывает про войну даже девочка которая не совсем рядышком живет а как я поняла далековато от бабули она приходит он говорит я прихожу с ней поговорить не так часто но через день но прихожу и в общем разве с какой-то вредный необщительной бабкой кто-то будет общаться нет же это и говорит что бабушка она действительно классная но вот почему таких героев нет на канале дд вот почему почему у них какое-то все гнило и тухло и неприятное к просмотру откуда они берут вот эту и но откуда они берут вот это и вот эту парочку не пойми какая помощь и почему им дал должен кто-то помогать откуда вот и потом плачут на стримах что все так ужасно все так плохо и вот все на нас наезжают особенно в том видео где андрюша плакал на хейтеров что у всех блогеров одни и те же хейтеры то бишь мы у всех там пишем гадости ой а я что-то ищу ищу гадости у всех блогеров что у орловцев что слово пацана все еще где же эти гадости у канала быть добру и все не могу найти этих гадостей где же в них они пишут я не знаю вот то что у дд пишут то мы реально видим там конкретно прямо все в негативе ну да как обычно виноваты хейтеры но у других почему-то они не виноваты у них виноваты в общем ребят кто не подписан еще на канал слова пацана и не знает про бабушку из землянки бегом на канал обязательно смотрите новую серию и дальше обязательно ждите продолжение потому что это нереально классная бабулечка и самая прекрасная помощь и классный канал в общем у меня все поделилась с вами позитивом ну потому что невозможно таким не поделиться и делиться нужно не только каким-то вот негативом и недовольством а вот и радостью и чем-то приятным в общем у меня все всем прекрасного настроения такого же как у меня добра улыбок и главное главное я всегда желаю главное это здоровье берегите себя и своих близких виртуальной обнимашки каждому всем пока